То, что касается Болотной, безусловно, я за. То, что касается этих девушек, безусловно, я за. То, что касается амнистии для политических заключенных, я за на 100%. Вопрос весь в том, кого считать политическими заключенными и насколько это коснется действительно масштабно. Потому что все прекрасно понимают, что перевод Ходорковского из политических заключенных в экономический, что сделал Европейский суд, оценив его преступление как экономическое. Конечно, серьезным образом осложняет его жизненную позицию и не дает перспектив на скорейшее возвращение. Что касается девушек, которые плясали, то понятно, что они персонально обидели президента Российской Федерации. От него будет только зависеть, сможет ли он что-то в этом направлении предпринять, переступить через себя. Что касается Болотной, я думаю, что здесь очень сложная ситуация. Потому что, с одной стороны, выпустив людей на свободу, он не будет уверен, что эти люди снова не начнут свою деятельность. Более того, они приобретают уже некую политическую закалку, опыт. И главное, у них появляется флаг. Флаг пострадавших борцов против режима. Поэтому выпускать раскающихся, ползущих на коленях к царю-батюшке – это одно. А выпускать людей, которые не сломлены – это совсем другое. Современная история России знает амнистию для членов ГКЧП и для участников событий 1993 года. Кстати говоря, как раз в этом году 20-летие-то и было этих событий. И вот сейчас поступает 20-летие Конституции, принятие, а также первых выборов в Государственную Думу. И вот эти 20-летние давности события, они показывают, что люди, выходя, не испытывают чувства благодарности и не уходят из политики. А наоборот, с новой силой включаются в эту политическую борьбу. Еще неизвестно, что из этого выйдет, потому что если амнистия 1993 года, она была все-таки для людей уже взрослых, достаточно понимающих, то болотные – это не всегда взрослые, сознательные, так сказать, мыслящие люди. Это еще и молодежь, которая выходит, понимая, что их незаслуженно обидели, что их незаслуженно наказали, что их режим попытался сломить, и ему это не удалось, он вынужден был их отпустить. Вот эти обстоятельства могут явиться ключевыми для зарождения, может быть, какой-то новой формации оппозиции, которую мы еще не знаем.